Я очень не люблю стандартные тактики. Все эти фланговые обходы конницы и удары в тыл, пока пехота держит центр. Не люблю потому, что это настолько часто используемая тактика, что у меня она вызывает уже даже не раздражение, а лишь тихую грусть. Особенно если она подается как нечто универсальное и наиболее эффективное. А это не совсем так. Главное достоинство конно-пехотной армии достаточно простое управление. Всего два вида войск. И то контролировать по сути нужно только кавалерию. Пехоте обычно либо отдается приказ на оборону, либо на атаку и затем о ней забывают. К счастью, есть сразу несколько тактик, не уступающих конно-пехотной и даже превосходящих ее. Одна из них – опора на конных стрелков, о ней как раз я и собираюсь рассказать. Расскажу я основные, базовые вещи, которые, разумеется, в некоторых конкретных случаях неприменимы, но для большинства тактических и стратегических ситуаций верные. Существует две основных разновидности армии с конными стрелками. Первая – это конные стрелки в качестве поддержки. И вторая – это конные стрелки в качестве основы армии. Границы между разновидностями проходят примерно на шести-восьми отрядах конных стрелков. В первом варианте отряды конных стрелков обходят армию противника с флангов и обстреливают уязвимые отряды со спины. Основная армия в это время стоит неподвижно, как можно дальше от противника, и лишь конница ближнего боя расположена позади конных стрелков, готовая прийти на помощь в любой момент. Конные стрелки своей атакой ослабляют в первую очередь конницу врага и, если это возможно, стрелков. Во второй фазе боя основная армия сближается с противником и, если тот не атакует, обстреливает его всеми силами. Если же враг атакует или стрелы кончились, следует совместная атака пехоты и кавалерии на ослабленного противника. Во втором варианте конные стрелки также обходят противника, атакуя с флангов и с тыла. Вся остальная армия при этом их поддерживает. Опять же, в первую очередь атакуем вражескую кавалерию или кавалерию и стрелков, если противник решил контратаковать. Ну и пешие отряды, если они есть, избегают ближнего боя до получения явного преимущества над противником. Конным стрелкам в этом варианте приходится выдерживать обстрел врага, поэтому не забываем про разомкнутый строй и Кантабрийский круг. Теперь я немного затрону специфику управления конными стрелками в Медивле 2, Риме 2 и Атиле Таталво. Начнем с Медивла 2. Наиболее популярные игры в серии Таталво, популярные благодаря многочисленным модификациям и потому не стареющей. Во втором Медивле есть три разновидности конных стрелков. Первое – слабоэффективные. Это все конные лучники, кроме французских. Поскольку урона они наносят только слабо бронированным отрядам, вроде ополчения. Лучший пример – турки и византийцы. В начале кампании их лучники неплохи, но ближе к концу почти бесполезны. На их основе можно строить армии как первого, так и второго типа, но я рекомендую все-таки первый тип. Потом будет проще их заменить на что-либо подходящее. Далее идут те, кого я бы назвал странные конные стрелки. Это конные луки Франции, рейтары и конные копьеметатели. Французы слишком дорого стоят. У метателей – малый боезапас и радиус. У рейтар – малый радиус и высокая цена. Однозначно, из них надо строить армию первого типа. Ну и хороший конный стрелок – это конный арбалетчик. Особенно польский или мавританский. Ну и мавританские мушкетеры на верблюдах. Это один из опаснейших отрядов в игре. Пугает как лошадей, так и пехоту. Дальнобойный, мощный, но разве что только несколько медлителен и дороговат. Из мавританских верблюжьих стрелков можно составлять армии обоих типов. На арбалетах желательно первого типа, поскольку со стрелками врага конные арбалеты справляются не слишком хорошо. Ну и для того, чтобы показать вам всю эффективность конных арбалетчиков против рыцарской кавалерии, бой четырёх конных арбалетчиков в Польше, конных стрельцов против четырёх годских рыцарей. Отряды стараемся держать квадратами, так они имеют наибольшую манёвренность. И как можно ближе друг к другу, так вам будет просто легче управлять. Отключаем сохранение дистанции, это важно. С включенным сохранением дистанции отряд имеет шанс, шарахнувшись от одного отряда противника, врезаться в другой. Убегать начинаем заранее. Не дожидаемся, когда враг приблизится. Разделяем силы. Часть идёт в одну сторону, часть в другую, тем самым отвлекая врага. Ну вот здесь я и зевнул отряд. Но, тем не менее, конница стрелковая позволяет легко покинуть такую схватку. Ну и то, что вам будет даваться тяжело, и у меня на самом деле в этом видео не слишком хорошо получилось, это удержание дистанции. Надо следить, чтобы ваша кавалерия не врезалась во вражескую. Вот как раз, кстати, хорошее упражнение. Четыре годских рыцаря против четырёх польских стрельцов. Как раз помогает натренировать уклонение от кавалерии. Враг потерял половину бойцов. Эта великая победа навсегда войдёт в историю. Ну и итог сражения. Я не сомневаюсь, что у вас должна получиться лучше. Ну вот вам ориентир. 74 войны я потерял на демонстрации, не слишком стараясь сохранить свою кавалерию. Старайтесь, и у вас, я уверен, получится лучше. От Медивла 2-го переходим ко второму Риму. И здесь уже конные лучники, конные стрелки, это гораздо более опасная угроза. Хорошего конного лучника отличает, во-первых, высокий показатель урона снарядами, 35 это необходимый минимум, хороший показатель это 40. Второй важный атрибут это парфянская стрельба. Без неё конный лучник не конный лучник, а нечто неудобное и в некотором смысле даже бесполезное. Потому как в ходе боя конный лучник очень часто отступает, и стрельба назад это очень важный навык при таком отступлении. Также хорошими атрибутами являются тяжёлый выстрел, кантабристский круг и неутомимость. Но у большинства хороших конных лучников все эти показатели имеются по умолчанию. У элитных лучников хорошим умением также является меткий выстрел. Обычно он используется в сочетании с обычным выстрелом, потому как тяжёлый выстрел снижает точно. А значит и вероятность нанесения урона. И разумеется лучшими конными стрелками являются кочевники, массагеты, роксоланы и царские скифы. Как вы сами можете видеть по их линейке, они делают ставку только на кавалерию. На стрелковую, ударную и в меньшей степени на кавалерию ближнего боя. Типичная тактика Орды, осыпающая противника множеством стрел, а затем вступающая по необходимости в ближний бой. Эта тактика Орды и тактика конных стрелков эффективна как в мультиплеере, так и на карте кампании. Практически в любых условиях и на любой сложности. Проблему для конной Орды составляет лишь микс из гоплитов и хороших пеших стрелков. Ну и другие Орды. Всё остальное обречено на гибель. Ну и давайте я вам покажу типичный состав за конных стрелков, за кочевников в Риме-2. Ну вы сами видите, конные лучники в доспехах, больше 10 отрядов, суммарно 12 стрелков. Их поддерживает гораздо меньший по численности блок из штурмовой конницы ближнего боя и ударной кавалерии, которая здесь призвана охранять конных луков от посекательства кавалерии противника и помогать уничтожать ослабленные отряды пехоты врага. В сражении тактика конных лучников в Риме-2 сходна с тактикой конных стрелков в Медивле-2. Разве что управлять конными лучниками в Риме-2 гораздо проще. Они гораздо проворнее реагируют на приказы, раньше начинают отступление и реже оказываются захваченными врасплох, кавалерии противника. Основные тактические приемы все те же. Атака с флангов, Кантабрийский круг и противодействие в первую очередь вражеской кавалерии и стрелкам. И еще несколько небольших советов по розыгрышу кампании закочевников. Во-первых, изучите поставку фуража. Это увеличит ваши боеприпасы на 25%, а в бою у вас боеприпасы будут заканчиваться достаточно часто. Возможность выстрелить еще 5-6 раз будет весьма полезной. Во-вторых, сразу же начинайте нанимать армию. Не недооценивайте юношей топорников. Это те, кто будет ловить стрелы вместо вашей кавалерии. Подставляйте юношей топорников вместо ваших лучников. Нанимайте наемников только когда уже готовы атаковать. И не используйте их на постоянной основе. По содержанию они примерно в 2-3 раза дороже, чем ваши воины. Поэтому используйте их только в случае необходимости. И старайтесь распускать их как можно быстрее. Ну и старайтесь не атаковать города противника. Все-таки в штурме городов кочевники не слишком хороши. Ну а увидев возможность для атаки, немедленно ей воспользуйтесь. Ну и помните, что царские скифы по умолчанию имеют боезапас на 25% больше, чем другие фракции. Поэтому, воюя против них, будьте особенно осторожны. В отеле Тутолво хороших конов-стрелков стало значительно меньше. Раньше, в том же самом Риме-2, от хорошего стрелка требовалось владение луком, профянской стрельбой и неутомимость. В отеле Тутолво достаточно быть неплохим налетчиком, чтобы иметь право называться конным стрелком. Это, во-первых, обусловлено тем, что конных лучников и конных арбалетчиков в игре очень и очень мало по видам, по отрядам. А во-вторых, сами по себе конные застрельщики по сравнению с Римом-2, да и с Медивлом-2, стали гораздо мощнее. Тот урон, который ранее наносили в Медивле-2 конные лучники, выпустив весь свой боезапас в течение нескольких минут, конные застрельщики в отеле Тутолво наносят буквально за несколько секунд, сделав три или четыре залпа. Ну а полноценные конные лучники против небронированных отрядов так вообще представляют собой очень и очень полезные отряды. Другое дело, что уязвимость к стрелкам у таких отрядов никуда не делась. И свою разрушительность против незащищенной пехоты они по-прежнему компенсируют собственной низкой защищенностью. И на самом деле в отеле Тутолво есть только три фракции, которые хоть как-то могут опираться на конных стрелков или использовать их в качестве эффективной поддержки. Во-первых, это Аланы. У них всего два вида нормальных конных лучников. Это сарматские катафракты лучники и седовласы. Кавалерия с неплохим бронированием, но без морфянской стрельбы, зато с хорошим боезапасом, с хорошим показателем здоровья боевого духа. Неплохой конный лучник, который в том числе может худо-бедно терпеть обстрелы. Ну а если их на поле боя больше, чем пеших стрелков, то с пешими стрелками будет покончено за счет преимущества в стрелковой мощи. Ну и седовласы имеют очень полезный в условиях Атилы Тотово навык внушения страха, поскольку в Атиле Тотово очень большое влияние имеет мораль. Гибель полководца плюс обстрел свистящими и огненными стрелами в итоге обращает в бегство большинство отрядов в игре. Другая интересная фракция, делающая упор на конных стрелков, это, конечно, Сассаниды. Здесь особенно стоит отметить конных арбалетчиков, обладающие очень неплохим боезапасом отряды с огромным потенциальным уроном, который сочетается с неплохой мобильностью и не самой худшей защитой. Эти отряды реально могут набивать несколько сотен человек, и растратить весь боезапас элитного отряда Саварана и конницы Сассанидов на самом деле достаточно сложная задача. Если вам удалось это сделать, можете считать, что эти отряды реализовали себя полностью. Персидские лучники на верблюдах и конницы Бессмертных с одной стороны достаточно неплохие, с другой для мультиплеера дороговатые. И конницы Бессмертных – это, пожалуй, единственный отряд в игре, не считая гунтских конных стрелков, который умеет использовать парфянскую стрельбу. Плюс боеприпасы в количестве 30 единиц – вполне себе неплохой показатель. Но всё-таки отряд дороговат. Хоть и универсален, они действительно могут сражаться как в ближнем бою, так и в дальнем. Ну и перейдём к настоящим конным стрелкам, к настоящей орде. Разумеется, это гунны. У них есть всё для того, чтобы навязывать тактику конных стрелков. Дешёвые степные конные лучники с низким содержанием, с хорошей атакой, с обширным боезапасом и быстрым движением. Для мультиплеерных боёв их вполне можно спамить. Конные стрелки гунов. Практически аналог степных конных лучников. Отличаются только чуть большей ценой, чуть большим уроном в ближнем бою. Конные стрелки гунов – это этакие добиватели в ближнем бою слабых стрелков, слабых пеших лучников. Какую-нибудь слабую пехоту или кавалерию в тыл они тоже помогут победить. Ну и настоящие конные лучники гунов. Здесь всё, что требуется настоящему конному ужасу. Неутомимость, парфянская стрельба, внушение страха, обширный боезапас и урон снарядами. Скорость может варьироваться от отряда к отряду, но основные характеристики неизменны. Самые дорогие отряды также отличаются неплохой защитой и атакой в ближнем бою, что опять же делает их универсальными отрядами. Ну и внушение страха. Опять же, сочетание свистящего огненного выстрелов, плюс внушение страха гуннами, плюс окружение, и любая вражеская армия дрогнет и побежит. Но, конечно же, гунны – это не только конные лучники. В отличие от Орд Рима-2, у них огромнейшее разнообразие войск, которым они могут и должны воспользоваться. Гунны гораздо непредсказуемее, чем похожие на них кочевые народы при Каспийских степей. Ну и напоследок о том, как следует противостоять конным стрелкам. Это армия, состоящая из пеших стрелков и пехоты с хорошим бронированием. Задача пеших стрелков – обычно это лучники – выбить более уязвимую к обстрелу стрелковую конницу в стрелковой дуэли. Также против стрелковой кавалерии хороша другая кавалерия ближнего боя, как правило, легкая. Важно, чтобы легкая конница была быстрее стрелковой конницы. Тогда они догоняют стрелковую кавалерию и уничтожают ее. Еще одним неплохим вариантом являются собаки. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Продолжение следует...